Чем ближе новогодний праздник, тем выше ажиотаж вокруг главного колючего символа. Ассортимент на разный вкус и кошелек. Но главный хит этой зимы – елки в кадушках. Придумано для того, чтобы не рубить дерево. Григорий Савчук уже 25 лет выращивает хвойные. В его ведении 6 гектаров земли и 70 тысяч деревьев. Все хвойные идут на продажу. За 3,5 тысячи можно купить елку любых размеров и величин. Главное условие – рубить нельзя. Продают только живьем. Видите, у нас как? Цена хоть 5 сантиметров, хоть 5 метров. Одна и та же. Это для того, чтобы брали самое крупное. А мелочь мы дорастим. А люди приезжают, там 5 сантиметров, а тут 5 метров. Одень, одень, одень. Давай, где 5 метров. Спрос на искусственные ели также не падает. На первый взгляд, эти пышные деревья – само совершенство. Хвой не осыпается, да, и вид как с картинки. Но вот из чего они сделаны, об этом покупатели часто не задумываются. Мне качественную елку видно, ну, просто вот с первого взгляда. Допустим, мы возьмем вот материал чуть-чуть поглубже, да, вот в этой елочке. То есть здесь мы видим такую веточку, она больше ветка-наполнитель здесь идет, она как для фона. Мы сразу видим, что здесь различия в качестве материалов. Либо здесь прорезинена она полностью. Прям вот именно веточка, прям со стороны прям веточка еловая. Елки в таких салонах отвечают европейским стандартам. Они не воспламеняются, не выделяют вредные вещества и не пахнут. Правда, цены у таких елок колючие. Горожане, чтобы сэкономить, идут на китайские рынки. Здесь цены в три, а то и в четыре раза дешевле. Но за такую экономию можно воплотиться здоровьем. Особую опасность для человека представляют елки, сделанные из некачественных материалов. Таких на китайских рынках великое множество. Мы решили проехаться по базарам Владивостока и выяснить, есть ли у продавцов сертификат на товар. У вас есть сертификат на эту елку? Ну, вообще на все эти искусственные елки? А, нету. Нету? А из чего сделаны эти елки, знаете? Не знаете? Да. А опасно для человека или не опасно, тоже не знаете? Понятно, спасибо. Ни сертификатов, ни представления о составе. Продавцы даже не знают, чем торгуют. А тем временем экологи забили тревогу. Натуралисты утверждают, что вреда от китайского дерева даже больше, чем от выхлопных газов. Изготовление пластмассовых елок для природы не безвредно. Если учесть все этапы процесса, добычу и транспортировку углеводородов, загрязнение окружающей среды при производстве материалов и деталей искусственной елки, то оказывается, что выращивание даже десяти натуральных елок наносит природе меньше ущерб, чем производство одной искусственной. Утверждают сотрудники Гринписа. Требования к качеству безопасности искусственных елей, елочных украшений, игрушек, закладательством Российской Федерации не установлены. В то же время управление готово провести лабораторные исследования, измерение объектов окружающей среды, как правило, помещений, в которых располагаются елки, елочные украшения и игрушки при наличии соответствующих показаний. Для елок закон не писан. За качеством искусственных деревьев следить некому. Поэтому, выбирая главный символ Нового года, покупатели рискуют купить кота в мешке. Алена Новченкова, Станислав Лазебный, Александр Бартовчук. Новости на Восьмом.